всем большой привет сегодня будем делать домашнюю тушенку по самому простому рецепту нам не понадобится не автоклав не духовка первым делом режем мясо крупными кусками у меня здесь 4 килограмма свинины затем растапливаем подходящей кастрюле 70 80 граммов свиного жира чтобы полностью покрылась дно перекладываем туда подготовленное мясо добавляем столовую ложку соли хорошо перемешиваем накрываем крышкой и выдерживаем на сильном огне примерно полчаса мясо должно хорошо прогреться и пустить сок время от времени его перемешиваем когда все кусочки мяса поменяют цвет а жидкости станет достаточно убавляем огонь до минимального и тушим содержимое кастрюли два с половиной три часа периодически мясо перемешиваем ближе к окончанию готовки стерилизуем банки и крышки когда мясо начнет легко разделяться на волокна раскладываем его по банкам на этом этапе тушенку можно досолить на свой вкус и прокипятить еще 2-3 минуты не снимая мясо с огня раскладываем его по сухим горячим банкам вместе с жидкостью при этом максимально уплотняем сверху наливаем слой растопленного свиного жира мясо должно быть полностью покрыта жидкостью дальше накрываем банку крышкой закатываем даем полностью остыть и убираем на хранение в холодильник вот и все вкусная домашняя тушенка готова метод очень простой и надежный перловка получается вкусной и может храниться длительное время сначала делаем зажарку растапливаем сковороде 80 граммов свиного жира высыпаем туда 150 граммов порезанного кубиками лука обжариваем пару минут добавляем 180 граммов натертой на крупной терке моркови и продолжаем жарить еще 2-3 минуты до изменения цвета морковки дальше нарезаем средними кубиками 1 килограмм 200 граммов свинины или любого другого мяса помещаем его в миску и высыпаем туда предварительно замоченную не меньше чем на три часа перловку вес крупы в сухом виде 600 граммов затем добавляем зажарку 3 чайных ложки соли 1 чайную ложку молотого черного перца и хорошо перемешиваем теперь берем чистые банки и наполняем их полученной массой при этом слегка уплотняем чтобы не было пустот до края банки должно оставаться свободное пространство примерно 3-4 сантиметра из указанного количества продуктов получается 7 полулитровых баночек дальше заливаем кашу обычно питьевой водой и протыкаем ее в нескольких местах чтобы жидкость достигла самого дна по итогу уровень воды должен доходить до горлышка банки теперь накрываем банки крышками и плотно закатываем затем устанавливаем банки в застеленную полотенцем кастрюлю и полностью заливаем их холодной водой вода должна покрыть банки так чтобы ее уровень был выше крышек не меньше чем на один сантиметр ставим кастрюлю с банками на плиту и доводим на умеренном огне под закрытой крышкой до кипения как только вода закипит убавляем огонь до минимального и стерилизуем тушенку три с половиной четыре часа следим за тем чтобы банки были все время покрыты водой не меньше чем на один сантиметр при необходимости подливаем кипяток по истечении указанного времени огонь выключаем и оставляем банки в воде до полного остывания затем достаем их вытираем и отправляем на хранение в холодный погреб или холодильник вот и все вкуснейшая домашняя тушенка с перловкой готова приятного аппетита если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал